Лето, время отпусков, новых впечатлений и экскурсий. Мы сегодня тоже совершим экскурсию по истории Старого Террасполя и расскажем о тех его старинных храмах, которые не сохранились, но оставили яркий след в жизни города и его жителей. Это Николаевский собор, Покровская, Андреевская, Троицкая и Драгунская церковь. Николаевский собор, который находился в этом месте, был значительно старше самого города Террасполя. Как известно, изначально на месте Террасполя существовало поселение Старая Суклея, и жители решили построить себе храм. И храм этот тоже носил имя Николая Чудотворца. Это произошло еще во времена турецкого владычества. Точная дата строительства неизвестна, но храм просуществовал долгое время. Он был деревянным, а крыша покрыта камышом. В 1787 году, перед началом войны между Россией и Турцией, на левобережье Днестра совершили набег нагайские татары. Это было большим бедствием для жителей. Узнав заранее о нашествии, они разбежались в разные стороны. Одни в бывшую Польшу, другие за Бук в Россию. Тех, кто не успел бежать, татары забрали в Турцию в рабство. На месте жилищ остались пепелища. Грабители все, что не могли унести, истребили огнем. В это время было сожжено и селение Суклея вместе с церковью. После присоединения Очаковской области к России, на свои земли стали возвращаться бежавшие жители, которые были православными, и прибыли казаки с усердием, относившиеся к церковному богослужению. К тому времени, с 1790 по 1794 годы, Черноморское войско занимало все прибрежные места. По ходатайству казаков в 1792 году здесь была построена другая, тоже деревянная церковь, крытая камышом, посвященная почитаемому святителю Николаю Чудотворцу. Она была построена на скорую руку из вербового леса, и, естественно, не могла существовать в таком виде долго. К 1800 году она пришла в очень такое плачевное состояние, и поэтому, по благословению митрополита Гаврила Банулеску-Бадони, здесь началось строительство каменной церкви. К тому времени Форштадт при главной крепости Днестровской в 1795 году получил статус уездного города Тирасполь. Церковь была названа городской, а позже стала городским собором. Это была поистине величественная церковь, которая была построена в нео-византийском стиле. Она была действительно очень красива, у нее был очень звучный колокольный, очень красивый колокольный звон, и старожилы вспоминают, что когда в воскресенье колокольный звон раздавался в Никольском храме, ему отвечал колокол Кицканского монастыря, и это было действительно великолепно. Звон шел над всей долиной. Николаевский собор просуществовал больше ста лет. Самый старый, он продержался дольше других церквей города и был взорван. Это неудивительно. Как известно, после революции практически сразу начались гонения на православие. Храмы закрывались, духовенство и верующие подвергались репрессиям. Из пяти православных храмов три перестали действовать еще в 20-е годы. В начале 30-х закрыли Покровский храм, а в 1935-м пришла очередь и Николаевского собора. В настоящее время на его месте расположен дворец бракосочетаний. Это символично. С приходом нового атеистического времени на смену венчанию в городском соборе пришло бракосочетание в Советском ЗАГСе. С 1795 года, когда Форштадт при Срединной крепости стал именоваться уездным городом Тирасполь, его население начало быстро увеличиваться. Возникла необходимость возведения еще одного храма. Им стала Покровская церковь. В 1798 году митрополит Гаврил Банеллеско-Бадони дает на это свое благословение. Церковь Покровская должна была стать единоверческой церковью. Что касается единоверия, это своего рода компромисс между старообрядчеством и обычной русской православной церковью. Дело в том, что в 17 веке произошел раскол между старообрядцами и православной церковью. И дело в том, что некому было рукополагать новых епископов для старообрядцев, и часть из них решила все-таки вернуться под омофор русской православной церкви. Если коротко, единоверие – это направление в старообрячестве, сторонники которого сохраняют древние богослужебные чины и традиции. Креститься двумя, а не тремя перстами, служить по старопечатным книгам и другое. Придерживаются древнерусского бытового уклада, но все же признают иерархическую юрисдикцию московского патриархата. В дореволюционном террасполе было много старообрядцев. Именно для них и построили единоверческую Покровскую церковь. Сначала она была построена деревянной, на каменном фундаменте. И рядом с ней потом постепенно начинается строительство каменного храма. И в 1816 году уже был построен каменный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь была построена на личные средства купца Ивана Растригина. И в ней было очень много действительно редких реликвий. Среди них антименс, выданный при освящении деревянной церкви митрополитом Гаврилом. Антименс – это четырехугольный шелковый или льняной плат с зашитыми в него частицами мощей, лежащий в алтаре на престоле. На нем совершают литургию. Кроме того, имелся и древний антименс, освященный еще в 1600 году и переданный киевским митрополитом Иосифом. А также хранились старинные Евангелия XVII века, напечатанные в Москве при Патриархе Филарете и при Патриархе Никоне, во Львове в 1665 году, и богослужебные книги, изданные в начале XVIII века. Все они в старинных, драгоценных окладах. Но, к сожалению, все это безвозвратно утрачено и не сохранилось до настоящего времени. Нужно отметить, что в Николаевском соборе таких реликвий не было, а вот именно в Покровской церкви все эти реликвии были. Церковь была любима горожанами, поэтому и День города у нас празднуется в День Покрова Пресвятой Богородицы, и терраспольчане действительно чувствуют себя по домофорам Пресвятой Богородицы. В начале XIX века в нашем крае стали открываться церковно-приходские школы. С 1812 года при Покровской церкви действовала школа грамоты. Поэтому можно сказать, что церковь занималась не только духовным окормлением горожан, но также и учила горожан грамоте с детских лет. Церковь начали разрушать весной 1932 года. Долго не удавалось сбросить колокола. Тогда их решили подорвать прямо на колокольне. Колокола упали, но не разбились. Окончательно Покровский храм был взорван в 1934 году. На его месте возвели летний театр. Это было типично для советской власти. В храмах и монастырях или на месте, где они располагались до революции, устраивать новые очаги культуры. Не все горожане знают, что трибуна напротив городского дворца культуры с каменными ступенями – это паперть из ступеней Покровского храма. Единственное, что от него сохранилось до наших дней. Третьей православной церковью, построенной в Террасполе, была церковь, расположенная в крепости, освященная в честь апостола Андрея Первозванного. Как известно, наш город Террасполь начинался со строительства крепости. И даже на старом гербе Террасполя изображена крепостная стена, что и означает, что город начался как крепость. И, естественно, поскольку все наши русские солдаты были православными и христианами, крепость не могла существовать без крепостного храма. Точные картографические расчеты показывают бывшее местоположение Андрейской церкви. На улице, носящее имя красного командира Федько, напротив 17-й школы. Сейчас здесь жилой массив. Трудно предположить, что она здесь когда-то находилась. Но если спросить старожилов, они вам достаточно четко покажут это место, где была церковь, и многие из них еще помнят это. Или даже по рассказам своих более старших родственников. Церковь Андрея Первозванного, как и все военные церкви, предназначалась в первую очередь для военнослужащих. Хотя, конечно, на службу ходили и жители близлежащих к крепости районов города. Церковь Терраспольской крепости играла важную роль в воспитании духовности, чувства патриотизма у защитников государства. Церковь всегда благословляла самоотверженное служение защитников Отечества и считала своим первостепенным долгом молиться за души солдат на поле брани убиенных. Военные церкви, в том числе и Андрея Первозванного, не входили в реестр епархии, и поэтому отсутствуют в описаниях невоенных священников. Но они упоминаются в военном источнике, в военно-статистическом описании Херсонской губернии, изданном в Санкт-Петербурге в 1849 году. Белокаменная, с большим куполообразным потолком, аккуратная, наподобие русских теремов, колокольней, окруженная всегда побеленной чистой оградой, она была далеко видна на возвышенности. Именно изображением храма апостола Андрея Первозванного была проиллюстрирована статья Террасполь в книге Семенова-Теншанского «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества». Храм был разрушен в 20-е годы XX века одним из первых. Одноименная церковь Андрея Первозванного была воссоздана на другом месте и вновь открыта для верующих в 1997 году. Четвертая церковь Старого Террасполя – Троицкая. Это гарнизонный храм 56-го Житомирского пехотного полка. От церкви осталась лишь единственная фотография, дошедшая до нас. Сформировался полк в Москве накануне Отечественной войны 1812 года. Полк успешно сражался во время Бородинской битвы. Полк участвовал в этой войне, защищал знаменитый Шевардинский редут. Также он участвовал в заграничном походе в 1813 году и даже в знаменитой битве народов под Лейпцигом. После этого полк неоднократно участвовал в других войнах – в турецком походе, в Кавказской войне. За героическую оборону Севастополя полку достался Георгиевского знамени. Это был полк настоящих героев. Сначала церковь Житомирского полка была походной. Каменному же храму была суждена недолгая жизнь. Когда полк был дислоцирован в Террасполе, построили красивую Большую Троицкую церковь в 1903 году, а светили в 1904-м, незадолго до революции. И, наконец, пятой церковью дореволюционного Террасполя была церковь преподобного Федора Начертанова, известная еще как Драгонская. Она была полковым храмом 22-го Астраханского драгонского полка. Находилась на месте нынешнего здания городской центральной библиотеки. Так же, как и другие старые церкви, она была разрушена, но, в отличие от них, от Драгонской церкви не осталось даже изображения. Субтитры создавал DimaTorzok